Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации, но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву, потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. И один из этих зрителей, самый преданный поклонник нашего творчества, по приказу которого меня отравили, Владимир Путин, вот он точно смотрит сейчас и сердечко его сжимается от ностальгии. У нас не просто расследование, а в каком-то смысле психологический портрет, что ли. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом. Поэтому вот здесь очень символическое место для того, чтобы начать наш фильм. Я в Дрездене, а вот в этом неприметном панельном здании чертили свои первые коррупционные схемы те, кто позже устроит самое большое ограбление в истории России. Они просто украдут все национальные богатства. Их лидер, 33-летний Володя Путин, будущий самый богатый человек планеты, жил здесь. В те времена все было просто. И уровень злодеяний примерно соответствовал уровню этого здания. Владимира Владимировича занимало, как же, используя служебное положение, разжиться хорошей импортной магнитолой. Но в принципе ни методы, ни круг доверенных лиц не изменились. Просто тогда их интересовали магнитолы, а сейчас огромные государственные предприятия. Они сидели на торжественных мероприятиях и зачитывали речи. Просто в те времена они славили дедушку Ленина и клялись в предности идеалам коммунизма. А сейчас они крестятся в церквях и учат нас духовности и консерватизму. Сегодня мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь, и как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории. И строится самый дорогой в мире дворец. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путин, мелкий сотрудник КГБ, выдающий себя сейчас за великого шпиона, приехал в Дрезден в 1985 году. Вау, разведчик! Ему хочется, чтобы мы так думали. На самом деле, рядовой сотрудник даже не секретной резидентуры, а просто официального представительства КГБ в дружественной Советскому Союзу в Восточной Германии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас придворные пропагандисты обожают романтизировать тот период жизни Путина. Владимир Владимирович внедрялся в логово врага. На самом деле, вот это здание, такое теплое местечко, где куча бездельников типа Путина сидели на партсобраниях и награждали друг друга памятными подарками. Совсем как сейчас. 21 ноября 1987 года. Нарядный Путин, вы не поверите, на балу братьев по оружию. Мероприятие посвящено дружбе КГБ и штазе Великой Октябрьской революции и неминуемой победе социализма во всем мире. В этот день Путину вручали награду. Золотой значок, как символ дружбы между Германией и Советским Союзом. Дружба с Советским Союзом стала велением сердца каждого гражданина ГДР. Сейчас эту ценность можно приобрести в интернете за 3 евро. Весь вечер Путин и его коллеги зачитывали длинные речи, пили советский коньяк, смотрели слайды и трепетали от гордости и верности идеям марксизма-ленинизма. Меньше чем через два года от всего этого не останется и следа. Будет уничтожена Берлинская стена. Восточная Германия вместе со штазе и представительствами КГБ перестанут существовать. Система, построенная на лжи и репрессиях, рухнула, но оставила после себя одно очень важное наследие — архивы. Увы, несмотря на мечты и ожидания, Путину не удалось в Дрездене построить ни карьеру, ни разбогатеть. Но зато он познакомился здесь с теми людьми, которые впоследствии станут его главными кошельками. Хорошо, вооружившись белыми перчатками, мне помогает Дэвид, корреспондент немецкого издания «Корректива». Вот здесь это было Путина. Будем смотреть его. Эту фотографию мы с вами уже видели. Владимир Путин получает золотой значок. Но не все обращали внимание на вот этого господина. А это никто иной, как Сергей Викторович Чемизов, ныне глава корпорации Ростех. Он служил вместе с Путиным. И таким образом, на этой фотографии мы видим двух богатейших людей России. Ну, Путин, наверное, самый богатый человек в мире. А Чемизов, ну, точно входит в пятерку самых богатых людей нашей страны. Через 30 лет он все еще рядом. Но уже как госслужащий-миллиардер. Просто очень интересно, насколько немцы все тщательно записывали. Вот здесь вот программа вечера. И написано, что в 18 часов будет специальный тост произнесен в честь представителей принимающей страны. И каждому выдадут глаз, стакан, советишен коньяк, советского коньяка. Ну и дальнейшие они произносят такие торжественные речи, хвалят товарища Ленина, хвалят социализм, дарят друг другу сувениры. И в, согласно программе, не позднее, чем в 19.45, Владимир Владимирович Путин начинает плясать. Потому что в 19.45 танцы. У нас тут две книжечки с фотографиями. Вот эту одну многократно показывали по телевизору. Вы ее много раз видели. Это удостоверение о штазе. На нем имя Путин Владимир Владимирович. Есть такое же удостоверение. И на нем какой-то очень симпатичный человек. Это Николай Петрович Токарев. Человек, возглавляющий транснефть. Он, в отличие от Чемизова, свою работу в КГБ никогда не подтверждал. И в его официальной биографии есть 20-летний пробел и работа в горно-рудной промышленности. Ну вот мы закрыли этот пробел. Номера этих удостоверений отличаются на одну цифру. А вот документ. Это телефонная книжка штази. В ней есть раздел «Товарищи, друзья». Заходим сюда. Смотрите, телефонные номера совпадают у майора Токарова и майора Чемизова. То есть они буквально сидели в одном кабинете. И столы их были очевидно рядом. Именно здесь, в Дрездене, Путин определил свои главные жизненные принципы, которые позже станут основой российского государства. Первое. Всегда говори одно, а делай другое. Ложь и лицемерие — это самые эффективные методы работы. Второе. Коррупция — основа доверия. Твои главные друзья — это те, кто много лет ворует и мошенничает вместе с тобой. И самое главное — денег никогда не бывает слишком много. Начало 90-х. Ленинград. Подумайте сами, насколько крутым шпионом был Путин в Дрездене, если по возвращению из командировки в Ленинград его отправили на малоперспективную работу в университет. Там же работал его старый университетский товарищ Николай Егоров. Это один из малоизвестных, но ключевых и самых доверенных путинских людей. В 70-е годы Егоров и Путин сидели вместе за одной партой, дружили. Вместе с ним обделены вниманием и два других путинских однокурсника и самых близких друга того времени — Ильга Мрагимов и Виктор Хмарин. Тогда их объединяло увлечение борьбой. Запомним их. В 91-м году тот же Егоров оказал Путину услугу, изменившую жизнь будущего президента навсегда. Он рекомендовал Путина на работу в мэрию Санкт-Петербурга, в Комитет внешних связей. Сейчас ужасно занятно вспоминать эти страницы биографии Путина. Он ведь у нас любит рассказать, как переживал развал СССР. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Он осуждает 90-е, ельцинизм, демократов и всех вокруг называет иностранными агентами. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. А в те времена Путин, сверкая пятками, побежал работать на одного из главных демократов тех времен, радикального критика СССР Анатолия Собчака. И вот оно, совершилось. Человек, мечтавший всю жизнь о деньгах, до этих денег наконец дорвался. Оказался на должности, где есть что красть, где дают взятки. И здесь наш Владимир Владимирович развернулся. Самая известная и хорошо расследованная тема – это экспортные лицензии. Путин занимался выдачей таких лицензий фирмам, которым разрешалось продавать нефтепродукты, лес, алюминий, медь, хлопок, любое сырье за границу. В обмен на еду. Буквально. Нефть в обмен на сахар и картошку, лес в обмен на детское питание. Антон Александрович как раз сообщил о том, что на Украине закуплено, подготовлено к отправке. У нас в Петербург 2,5 тысячи тонн сахара. Каким образом мы ходим из плажи? Ну, так, не будем говорить, гоп, пока не перепрыгнем, так? Путин лично распределял лицензии. И, как выяснилось потом, отдавал их фирмам-однодневкам, связанные в том числе и с ним и с его друзьями. И схема была элементарной. Сырье уходило за границу, фирмы-прокладки получали за него деньги, а продукты по бартеру не приходили. Это наша родина. Это самое дорогое, что у нас есть. Одним из главных мест заработка для Путина был морской порт. Место легендарное. Один из символов бандитского Петербурга. В начале 90-х этот стратегический объект превратился в криминализированную территорию, где стреляли, убивали, непрерывно что-то делили. Порт контролировался одним из самых известных тогда криминальных авторитетов. Ильей Трабером по кличке Антиквар. Но бандиты бандитами, а всякие бумажки и разрешения все равно надо подписывать и оформлять. Вот этим и занимался чиновник Путин. Формально он представлял интересы государства. Фактически просто помогал этим бандитам, работающим в порту. Обслуживал их интересы. Был полезным подручным в мэрии, который мог помочь настоящим крутым парням решить их вопросики. Ну, например, нефтяной терминал в порту. Трабер, председатель совета директоров. Еще одну акционерную долю контролирует глава Тамбовской ОПГ Геннадий Петров. Ну, а Путин, и тут я сошлюсь не на кого-нибудь, а аж на руководителя Газпром нефти Александра Дюкова, который тогда был гендиректором терминала, оказывал проекту серьезную помощь и поддержку. И очень легко увидеть, кому еще Путин оказывал серьезную поддержку. Нефтепродукты через терминал поставлял за границу Геннадий Тимченко. Будущий миллиардер, главный торговец российской нефти и один из самых известных друзей Путина. И фамилии у них какие-то странноватые. Тим, Ченко, типичные москали. Думаю, что мне нужно держаться от них подальше. Именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса, нефтетрейдера Гунвор. Когда Путин стал президентом, четыре из пяти главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую, а через швейцарского посредника Гунвор. Таким образом, Тимченко, не делая ничего, зарабатывал просто немыслимые деньги. На протяжении всего времени существования Гунвора считалось, что у Путина есть там секретная доля. И даже Минфин США официально утверждал, что у Путина есть доступ к деньгам Гунвора. Но на кого эта доля была записана, много лет было непонятно. А потом выяснилось, что в Гунворе все это время был секретный акционер Петр Колбин. Никто не понимал, откуда взялся этот удивительный акционер, как у человека, который сам говорил, что бизнесом не занимается, могли бы быть миллионы долларов для инвестиций в Гунвор. И в 16-м году журналисты раскопали, что Петр Колбин это закадычный друг детства Путина. Они росли в одной деревне, вместе ходили на дискотеки, дружили семьями. И стало очевидно, что Колбин все это время был держателем путинской доли. Вот вы сидите и думаете сейчас, что же получается? Путину прямо платили взятки? В конвертах? Да! Один из участников петербургских разборок 90-х, Максим Фрейдзон, рассказал в интервью, как работала схема взаимодействия с мэрией Санкт-Петербурга. Если требовалось что-то оформить, нужно было прийти в комитет внешних связей, послушать церемониальную речь о важности экономического партнерства. А потом Путин просто писал на бумажке нужную сумму отката, небольшую, 10-20 тысяч долларов, и добавлял, что оформлять, то есть заносить, нужно у его помощника, Леши Миллера. Сейчас Леша Миллер в представлении не нуждается, почти 20 лет он возглавляет наше национальное достояние, Газпром. Оформлять взятки у него явно получается лучше, чем управлять госкомпанией. В 2008 году Миллер хвастался, что через 7-8 лет Газпром станет самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов. В тот момент Газпром стоил 360 миллиардов. Прошло 12 лет, и капитализация Газпрома около 70 миллиардов. То есть она не выросла, а упала в пять раз. Идеальный пример того, как сработала путинская команда. Мне не стыдно за моих друзей. Ну и самое главное, историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории Банка Россия. Не было бы России, не было бы Путина. Этот банк был создан еще Ленинградским обкомом КПСС. Но в 91-м, когда и КПСС, и обкомы вместе с ней перестали существовать, мэр Петербурга Собчак распорядился реорганизовать этот банк. Привести в порядок активы и на их основе сделать нормальную коммерческую структуру, которая помогала бы экономике бедствующего Санкт-Петербурга. И поручил это Путину. Путин справился. Правда, акционерами нового банка оказались сплошь и рядом его путинские друзья. В первую очередь, конечно, Юрий Ковальчук. Он стал и по сей день является главным акционером и управляющим. В начале 90-х Россия была просто небольшим банком при мэрии. А сейчас это гигантский банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина. Дам указание управления делами, чтобы туда переводили мою заработную плату. Все незаконно нажитое, подаренное и украденное путинской бандой лежит в сохранности тут. У банка очень, по-моему, звучное и символичное название. Он так и называется – Россия. Несмотря на то, что со времен питерской мэрии прошло три десятилетия, многие из вас тогда еще даже не родились. Вы прекрасно знаете всех участников тех легендарных событий. Посмотрите на доску почета только одного комитета, который возглавлял Путин. На ней прямо вся команда взяточников, которые когда-то делила деньги из конвертов, которые брал Леша Миллер. Медведев стал премьером и президентом. Миллера посадили на Газпром. Зубков – тоже премьер-министр. И Газпром – Сечин, секретарь и носильщик путинского портфеля, был министром правительства, а сейчас глава Роснефти. Прямо неофициальный список Форбс какой-то. А вот Чуров его поставили фальсифицировать выборы, чтобы неугодные кандидаты не избирались и не мешали воровать. Марина Янтальцева стала главой протокола Путина. В соседних кабинетах сидели Герман Греев, ныне глава Сбербанка, Кудрин, глава счетной палаты, Козак, бывший министр, а сейчас в администрации президента и множество, множество других. Больше 30 лет они чиновники и сидят у власти. А нам любят рассказать, как они против проклятых 90-х. Они и есть олицетворение всего худшего, что было в 90-х. Все это старые, хорошо известные и описанные журналистами истории. Даже немного лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака вокруг него были скандалы, парламентские расследования, доклады о коррупции. О махинациях Путина писали в газетах. И по-хорошему, Путин должен был сесть еще тогда, в 96-м, когда они с Собчаком потеряли власть, проиграв выборы. Путин, кстати, тогда активно работал в избирательном штабе Собчака. И именно с того момента он понял, что честные выборы – это ужасная вещь. Ведь их можно проиграть. Но тут появились два ангела-хранителя, спасшие нашего Владимира Владимировича. Те из вас тупо моложе могут спросить у людей, помнящих 90-е хорошо, вот кто тогда были олицетворением коррупции? Гарантирую вам, прозвучат два имени. Пал Палыч Бородин, управляющий делами Ельцина. Скандалами с его откатами на стройках были заполнены газеты тех времен. В Америке, в Швейцарии, где ходят триллионы долларов, я думаю, что воров, если не меньше, то уж точно намного больше. Что-то о них никто не пишет. И Анатолий Борисович Чубайс. Он в представлении не нуждается. Именно этих двух замечательных людей мы должны благодарить за то, что с 96-го года Путин обосновался в Кремле. Сначала в управлении делами президента у Бородина. Как вы знаете, управление делами президента России занимается материально-техническим, финансовым обслуживанием всех центральных органов власти. Я буду курировать договор на правовую деятельность. Я все-таки юрист по образованию. А потом, цитирую, Анатолий Чубайс предложил на работу в администрацию президента сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге. Так Путин стал главой контрольного управления Ельцинской администрации. Оцените иронию. Главные коррупционеры тех времен. Вот они сидели и думали, кого бы назначить на позицию проверяющего в администрации. Кто будет проверять, но старательно не замечать коррупции? И они выбрали Путина. Это моя профессия и это интересно для меня. Путину выделили госдачу в Архангельском, служебную машину. Но вообще-то о его образе жизни известно довольно мало. Но мы нашли отличного свидетеля тех времен, непосредственного участника всех событий, бывшую жену Путина, Людмилу. В середине 90-х Людмила Путина во время своей поездки в Гамбург познакомилась с немецкой женщиной по имени Ирен. И у них связалась дружба по переписке. Несколько лет они посылали друг другу рукописные письма, в которых Людмила подробно рассказывала о своей жизни. Вот эти письма. Здесь 96, 97, 98 года. Потом они перестали общаться. Бывшая подруга даже написала книгу об их дружбе с Людмилой. Она называется «Пикантная дружба». Ее издали на русском в 2002 году, но с прилавков она быстро пропала, к сожалению. Там есть отличные фотографии уже очень узнаваемых дочерей Путина, или этих женщин, как он их сам называет. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Мы внимательно изучили каждое слово и в книге, и в самих письмах. В основном там нам совершенно неинтересные рассказы о личном. Про погоду, про детей, гороскопы. Но кое-что важное там все-таки есть. Во-первых, откуда эти письма посылались? Сверху страницы можно заметить номер телефона. Людмила Путина отправляла их либо из дома, либо из офиса, как она сама это пишет. И этим офисом был Санкт-Петербургский морской порт. Тот самый, который благодаря помощи чиновника Путина оказался в собственности криминального авторитета Ильи Трабера. Что же там делала жена чиновника? Или вот офис под названием «Интеркоммерц Варник». Это Матиа Сварник, банкир и бывший сотрудник штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять Дрезднер-банк. Немецкая подруга Людмилы Путина очень удивлялась тому, как близки Путины и Варник. Варник оплачивал лечение Людмилы Путина из-за границы. Он брал на себя расходы и организацию семейных отпусков Путиных. Гостиницы бронировались на его имя. Это вообще-то называется взятка, полученная в натуральном виде. Путин работает в администрации президента, а немецкий банкир и бывший сотрудник спецслужбы оплачивает расходы его семьи. Мне кажется, именно такое и надо называть любимым путинским термином – иностранный агент. Не мы придумали сам термин «иностранный агент». Этот закон действует с 30-х годов в США. В 38-м или в 39-м году он был принят, по-моему, в 38-м. И работать прекрасно. Расходы Варника на семью Путина были возмещены с лихвой. Сегодня этот человек – управляющий директор Северного потока, а также член Совета директоров Роснефти, Транснефти, Банка России, Русала, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета Швейцарского Газпрома. Кроме отпусков, к которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путина на недвижимости. К тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге, но с переездом в Москву все, что беспокоило Путинах – получат ли они новую квартиру от города и отнимут ли у них старую квартиру. Людмила с досадой рассказывает, что их друзья Чемизовы уже получили квартиру двухэтажную и описывает ее каждый угол с точностью до квадратного метра. С Сечиным, кстати, была очень похожая история, но узнаем мы ее уже не из писем, а из недавней книги о Путине. Там общий знакомый Путина и Сечина рассказывает, как их расселили в служебные квартиры после переезда в Москву. Когда Владимир Владимирович пришел в гости к Игорю Ивановичу, он поинтересовался, а сколько у тебя квадратных метров? Квартира Сечина была 317 метров, а у Путина 286. И Сечин рассказал своему знакомому, что Путин сказал лишь «поздравляю». Но ощущение сложилось, как будто он хотел его застрелить метким выстрелом в голову. Еще несколько недель после этого они не разговаривали. Из писем Людмилы мы узнаем очень много о жизни Путина уже на излете тех самых лихих 90-х, с кем они общались, куда ездили. Людмила подробно описывает каждые каникулы. Вот в 96-м году они проводят 6 недель в Давосе вместе с семьей Шамаловых, с которой через 15 лет породнятся. Несколько раз в год семья чиновника Путина обязательно ездит во Францию, летом отдыхать на море, а зимой кататься на лыжах. А вот мой любимый фрагмент. Людмила Путина разоблачает типичное путинское жевронье. Она описывает, как летом 98-го года они поехали в отпуск в Канны на 6 недель. Но 22 июля Путину резко пришлось прервать отпуск и вернуться в Москву. Его назначили директором ФСБ. Выбор Владимира Владимировича Путина не случай. Это профессионал, человек по всему спектру. Задачи, стоящие перед Федеральной службой безопасности, имеющие опыт. В единственной официальной биографии Путина этот эпизод тоже описан. Только по этой версии отпуск был не в Каннах, а на Балтийском море. И были там не Путина всей семьей, а только Людмила. И вот мы удивляемся деградацией спецслужб и разгулу коррупции. А чему удивляться, если уже в 98-м году главой главной спецслужбы назначили чиновника, семья которого полтора месяца живет в гостинице на лазурном побережье Франции. Но вот на какие деньги? Понятно, что на коррупционные. Понятно, что его ставят директором ФСБ такие же воры, чтобы он решал их вопросы. Посмотрите на эти кадры. Загореленький Путин, прилетев из Франции, сидит в день назначения рядом с Кириенко и радуется возвращению в родной дом. Для меня возвращение на работу органа безопасности – это возвращение в свой родной дом. Возглавив ФСБ, Путин сделал ровно то, для чего его ставили. Помог коррупционерам уйти от ответственности. Тогдашний генпрокурор Скуратов копал под ельцинскую семью, обвинял их в воровстве, во взятках и для нейтрализации Скуратова ФСБ устроило целую операцию, результатом которой стал показ по федеральному телевидению знаменитой пленки с человеком, похожим на генерального прокурора. Вы сейчас увидите человека, очень похожего на генерального прокурора Российской Федерации в обществе девушек по вызову. Мы обязаны предупредить, это нельзя смотреть детям до 18 лет. После публикации Путин выступил лично и сказал, что это никакой не человек, похожий на Скуратова, а сам Скуратов. И он должен уйти в отставку. Моё мнение по этому вопросу известно. Оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны. Юрий Ильич должен уйти в отставку. Что и случилось, Скуратова отстранили от должности, коррумпированная ельцинская семья была спасена. И буквально через 4 месяца, поняв, что более надежного и соответствующего по духу человека им не найти, именно семья Ельцина, Таня и Валя, делают Путина преемником. Сначала премьер-министром, а потом президентом России. Как только Путин укрепился у власти, то есть подчинил себе телевидение, суды и наладил систему фальсификации выборов, началась и продолжается до сих пор. Самая большая операция по распилу и присвоению России. По кусочку каждому другу. Один садится на потоке Газпрома. Второй начинает доить Роснефть. Третий забирает себе крупнейшие стройки. Шайка взяточников и жуликов из питерской мэрии захватила все ключевые посты и объявила себя гениальными управленцами и спасителями России. Но несмотря на то, что наши герои приоделись и окружили себя сотнями охранников, ключевой принцип, на котором все держалось со времен лихих 90-х в Питере, никуда не делся. Хочешь воровать из бюджета и пилить госсобственность? Делись с Путиным. Ну я согласен. Договорились. Отлично. Договорились. И если когда-то Путин писал на бумажке сравнительно небольшие суммы в долларах, а Леша Миллер их для него собирал, то в этот раз на бумажке написали слово. И это слово – дворец. Это самая большая стройка в мире. Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь – Путин. Погодите, скажете вы, мы слышали про этот дворец, знаем, что когда-то его строили для Путина, но потом, когда вся история вскрылась, стройку заморозили, а дворец купил какой-то бизнесмен. И вы нам рассказываете какую-то старую историю. Ошибаетесь. Эта история не знакома никому. Во-первых, вы не представляете себе истинных размеров этого дворца. Во-вторых, никакой продажи не было. Это юридическая иллюзия, постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной компанией в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день – Владимир Владимирович Путин. Ну и в-четвертых, заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров. Он помешался на богатстве и роскоши. Представляете себе княжество Монако. Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться. Ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал. Ямы с видеокамерами обыскивают багажники и бардачки. Но мы с вами все равно зайдем. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Много лет мы показывали вам имущество коррумпированных чиновников с воздуха, снаружи. Но дворец самого коррумпированного мы покажем изнутри. Кроме экскурсии по царским палатам, я уверен, что вы ее ждете с нетерпением. Вы узнаете, что настоящий дворец Путина это не просто вот этот дом, а еще и 7800 гектаров земли, почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы, устричные фермы и бесконечная роскошь. Я расскажу, откуда этот дворец взялся, на чьи деньги построен и на чьи деньги его продолжают строить прямо сейчас. Поехали. Всем привет, это Георгий Албуров, и как вы могли заметить, мы находимся немного в непривычных для нас условиях. Дело в том, что мы в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, буквально в трех километрах от знаменитого дворца Путина. Мы приехали сюда очень странным путем. Мы меняли билеты, выходили не на своих остановках, мы менялись симками, менялись телефонами, и мы провели целую спецоперацию, чтобы попасть сюда. И все это сделано для того, чтобы нас не преследовали полицейские, ФСБшники, сотрудники Центра Э, которые всегда это делают, когда мы приезжаем в Краснодарский край. И нам удалось это сделать. Прямо сейчас мы находимся в нескольких сотнях метрах от берега, и на десятки километров вокруг ни один полицейский не знает, что мы здесь делаем. Это прекрасно, потому что прямо сейчас мы будем запускать дрон и сделаем для вас легендарную съемку Дворца Путина. Этот дворец еще никто не видел с дрона. Он секретный, он настолько засекречен, что его охраняет Федеральная служба охраны. Все говорили, что снять это невозможно. Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Не получилось, попробовали еще. Сделали четыре попытки, но получилось только однажды. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официально подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз меньше. Это новый Версаль или новый зимний дворец. По-настоящему царское место. Любуемся на него снаружи. Пока только снаружи. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? Какой-то синий брезент. Окна законопачены. Бассейн закрыт. Стройматериалы лежат на земле. Снуют еле заметные на фоне дворца рабочие. Что же происходит? Почему здесь стройка? Ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно, что дворец полностью готов. Нам объяснили строители. Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей плесень и разгильдяйство. Дворец был спроектирован с ошибками. Не работала вентиляция, тек потолок и высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново. Но что для Путина траты и головная боль, для нас шанс узнать больше про его дворец. Ведь в реконструкции вовлечена куча народу, и они с удовольствием нам рассказали буквально про каждый метр этого грандиозного объекта. Вот, например, Дендрарий. Там собраны редкие и уникальные деревья. А для тех растений, которым некомфортно в таком климате, на открытом воздухе построена оранжерея площадью 2500 квадратных метров. За этими деревьями и вообще растениями на территории постоянно следят в общей сложности около 40 садовников. Летим дальше, видим стену и зелени, и внутри нее скульптуры. Жаль, нельзя разглядеть, кто там. Может быть памятник покровителю, Ельцину. Может быть, Леши Миллеру с конвертом. Может быть, бюст богини воровства. Или скульптурная композиция «Эти женщины». Дальше очень важный объект – церковь. Не храм Минобороны, конечно, но и вообще не очень православно выглядит. Куча каких-то строительных вагончиков. Там, очевидно, живут рабочие. Видим гигантский 80-метровый мост. В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием. А здесь он просто нужен для прохода к чайному домику. Справа видим две вертолетные площадки. Странно, раньше-то их было три. Одну убрали и насыпали вместо нее гору. Только вот какую-то очень странную гору с въездами внутрь. Мы долго пытались понять, что там внутри. И в какой-то момент на спутниковых снимках увидели внутренности этой горы. Прямоугольник со скругленными углами размером 56 на 26 метров. Да это же хоккейная коробка. Действительно, ну зачем нужен дворец, в котором нельзя играть в хоккей? Интересно, подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается бункерный стиль хозяина. Он явно любит сидеть под землей. Наверное, воображает себя гномом, охраняющим золото из фильма «Властелин колец». Подрядчики подтвердили нам, что да, под землю зарыли ледовый дворец, который вообще-то высотой с пятиэтажный дом. Немного шокированный, летим дальше, к той части дворца, которая отвечает за его жизнедеятельность. Видим 200-метровое здание с вышкой и кондиционерами. Оно не подписано в документах, но к нему подведен нефтепродуктопровод, а от него идут сети теплоснабжения. Значит, это такая котельная. Огромная мачта дальше отвечает за связь. Там находятся как базовые станции сотовых операторов, так и антенны правительственной связи. Вдалеке собственная автозаправочная станция. Видим несколько бытовых зданий и гаражный комплекс. Справа общежитие для персонала, и там живет персонал не самых высших категорий, охранники и строители-выхтовики. А рядом с ним мозг всего комплекса, здание штаба. Основные управляющие работают именно в этом здании. Давайте немного развернемся и просто полюбуемся на вид, который отсюда открывается. Очень красиво. Раньше это видел только Путин с вертолета, а теперь можете и вы. Отлетим в дальнюю часть дворца, чтобы посмотреть еще на пару объектов. Вот грандиозный забор. Через такой ни один вор снаружи не пролезет. Справа то самое здание, ради которого построили 80-метровый мост. Это гостевой дом, он же чайный домик. Площадью 2500 квадратных метров. А вот многострадальный амфитеатр. Этот простой объект строится и перестраивается просто непрерывно, годами. Хозяин дворца явно недоволен тем, что получается. Может быть, место должно больше подходить для гладиаторских боев между Сечиным и Чемизовым. Может быть, виолончелист Ралдугин критикует акустику. Нам остается только гадать. Но рабочие копошатся там постоянно. Отлетаем еще. Так. А как на пляж-то сходить? Лавки надел, ласты взял. А спуститься как? Гаража. А вот тут есть специальный вход в тоннель, который строили те же люди, что строят метро. Это уникальная конструкция, которая позволяет не только удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей Геленджика. И у этого тоннеля есть небольшой секретик, который раскрыл нам один из строителей дворца. Вот тут видите какая-то дверца что ли? Посмотрите на эту фотографию. Тут видно чуть лучше. А вот это место на схеме тоннеля. Это, друзья мои, дегустационная комната, специально замаскированная под гору. На самом деле это огромное окно, из которого открывается лучший из возможных видов на море. Здесь можно наслаждаться бокалом вина. И что самое главное для нашего национального лидера, это не какой-то балкон, где ты постоянно в опасности. А очень безопасное подземное место, где тебе ничего не угрожает. А теперь то, что с помощью дрона показать невозможно. Масштаб. Мы с вами летали вот тут. Это тот самый огромный дворцовый комплекс. Участок под ним 68 гектаров. Но на самом деле территории дворца примерно в 100 раз больше. Вот этот участок, леса и горы, площадью 7000 гектаров, 70 миллионов квадратных метров принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020 года он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Знаете зачем? Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности. На самом деле, конечно, единственная цель аренды этого реально гигантского участка земли, который в три раза больше соседнего Геленджика, это создание чего-то типа буферной зоны вокруг дворца Путина, чтобы никто не мог случайно, гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. И не только по земле. Обычно, чтобы выйти в море на любой лодке, ну, хоть на надувной, хоть на яхте, надо выполнить простую процедуру. Позвонить в местное пограничное управление ФСБ и по телефону уведомить их о своих планах. Чистая формальность. Рыбачить, купаться, по большому счету, можно где угодно, но не тут. Добрый день, да. С Новым Годом. С Новым Годом, Вас. Вы до Кренецы хотите по Кренецам или просто походите здесь в районе Роскове, если пара пачек? Ну, от Жан-Хота до Кренецы хотим вот примерно в этом вот диапазоне походить. Тогда будет большая просьба вам, будете как опасно знать. Представляем, это после скалы Парус, по-моему, да? Да, после скалы Парус, там, да, будет небольшой такой путь. Вот его надо вам вот добавить за милю. За милю? Да. Понял. А что там такое? Там авария, что ли, какая-то? Нет, то это как бы наша просьба к вам, чтобы вы именно этот участок обходили за милю. Если пойдете. Если не пойдете, то есть, пожалуйста, в пределах. А скажите, пожалуйста, с этим, с ИДКПАСом, это всегда так или вот какие-то дни просто там сейчас... Да, всегда. А, я понял. Это согласование с другим, наверное, ведомством надо с этими, с ФСОшниками, я так понимаю? Да, конечно. А письменно или как-то тоже, может быть, по телефону через дежурного? Это никак вообще не согласовывается. А, ну я понял. Ну ладно, так... То есть, всех рыбаков из-за путинской дачи просто отправляют в обход, в открытое море, за 2 километра от берега. И все ради того, чтобы никто случайно вблизи не увидел, что же там такое построено на этом мысе ИДКПАС. И с воздуха к даче тоже не подобраться. Над ней официальная бесполетная зона URP-116. Прямо как над атомными электростанциями или секретными военными объектами. В приказе Министерства транспорта указан адрес и телефон тех, кто отвечает за эту зону. Гуглим адрес. Либо за бесполетную зону над путинским дворцом отвечает интернет-магазин Шустрик. Ну, либо пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю. Зачем ФСБ устанавливать бесполетную зону над частным дворцом? Ответ может быть только один. Значит, это дворец того самого человека, за безопасность которого отвечает ФСБ. Для меня это очень важно. Как же можно это было все построить в тайне от всей страны? И кричит сейчас любой нормальный человек. Подземные хоккейные стадионы, тоннели внутри горы. Это же колоссальные работы и не менее колоссальные деньги, которые кто-то должен был заплатить. Совершенно верно. Мы все выяснили. И сейчас вам расскажем. Опять переносимся в прошлое. Как раз примерно в то место, на котором мы остановились в прошлый раз. 2005 год. Путин только-только заступил на свой второй срок. Там, где сейчас стоит дворец, чистое поле, точнее гора. Глава управы делами президента, путинский дружок по временам питерской мэрии Владимир Кожин, подписывает инвестиционный договор на строительство тут детского спортивно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия. Строить согласно договору будут вместе управы делами президента и инвестор, компания Лирус. Никакого лагеря, конечно же, строить никто не собирался. Я постоянно повторяю. Путин всегда врет. И тогда, в 2005 году, под вывеской лагеря, сразу собирали строить дачу. Мы говорим одно, а делаем другое. Акционерами Лируса были три человека. Николай Шамалов, тот самый друг семьи, а в будущем сват, с которым Путин в 1996 году отдыхал шесть недель в Давосе. И еще двое. Полковник КГБ в отставке Дмитрий Горелов и предприниматель Сергей Колесников. Зачем вдруг эти люди решили строить детский лагерь под Геленджиком? Один из них нам об этом рассказал. Где-то в 2005-2006 году возникает такая идея. Вот хотелось бы построить какой-то небольшой домик на берегу Черного моря, но все-таки президентский срок не может быть вечным. И уже близок конец, надо передавать. Все-таки как-то на пенсию-то хочется что-то иметь. Все вопросы обсуждались с Шамаловым. С Кожиным, это управляющий делами президента. Он, так сказать, показывал этот участок, выделяя о том, что он подписывался договор о выделении этого участка. И этот маленький домик вдруг начинает превращаться в какой-то огромный дворец. В 2010 году Сергей Колесников опубликовал открытое письмо, в котором призвал президента Медведева положить конец путинской коррупции. Колесников, как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все. Где что строят, на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации с офшорами, с акциями на предъявителя, вообще все. Выложил документы, проводки, договоры, опубликовал аудиозаписи переговоров строителей со спонсорами. Это все случилось 10 лет назад, и, честно говоря, разоблачений такого масштаба и достоверности с того момента, наверное, и не было. Суть в следующем. Колесников вместе с Гореловым в начале 90-х учредили фирму Петромет. Мэрия Санкт-Петербурга тоже имела долю в этой фирме, а интересы города в таких компаниях представлял заместитель мэра Владимир Путин. То есть Путин, Колесников и Горелов знали друг друга много-много лет. В начале 2000-го года в Петромет пришел Николай Шамалов с личным предложением от Путина, только что избранного президентом и ищущего как бы подзаработать. Предложение, как и все, что придумывает Путин, откровенно коррупционное и особенно смешное, учитывая то, что став президентом, Путин публично заявил о том, что он начинает борьбу с олигархами. У нас в стране под олигархами понимали представители крупного бизнеса, которые из тени за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений. Вот такой группы людей быть не должно. Борьба там была не на жизнь, а на смерть. Вот сами посмотрите. Они договорились, что олигархи, например, Абрамович и Мордашов, будут жертвовать Петромету деньги, а Петромет будет тратить их на медицину, модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее. Но частью договора стало то, что 35% от пожертвованной суммы будет уходить на специальный офшор с акциями на предъявителя. То есть фамилия нигде не будет указана, но тот, кто бумажку принес, тому фирма и принадлежит. Он предлагал этим, так сказать, будем считать олигархам, участвовать в каких-то благотворительных программах. Например, очень хорошая программа поставка медицинского оборудования. Было в Шамаловом сформулировано условие, что 35% от этих поставок необходимо, как говорится, сохранить. И затем, вот это очень важная вещь, никогда в начале, когда мы принимали решение, не было разговора о дворцах, о каком-то кэше и так далее. И эти деньги направить на инвестиционные проекты для развития в России производства медицинского оборудования. По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Путину. Или Михаил Ивановичу, как его в целях конспирации называли участники проекта. Откуда взялась эта штука, Михаил Иванович? Что это такое? Для того, чтобы можно было разговаривать в компании и не называть фамилии, потому что это привлекает внимание. Вот стоят люди рядом и если ты произносишь, например, слово Путин, сразу все ушки раз и стали на тебя направлены и начинают ловить каждое слово. Путин был Михаил Иванович, а кто еще там был? Тимченко был? Тимченко был Гангрена. А Кожих? Каналов был профессор Преображенский. Вообще-то это называется откат, но Путин назвал это Росинвест. Без переставки Рос, он, видимо, не умеет делать проекты. Изначально предполагал, что Росинвест станет чем-то вроде личного инвестфонда президента. Тот будет брать эти откаты от всяких Мордашовых и Абрамовичей, но патриотично инвестировать их в российские предприятия, находящиеся в упадке. А потом записывать это себе в заслуги и зарабатывать политические очки. Да, почти забыл. Еще они договорились, что на эти деньги построят дворец. Инвестиционные проекты действительно какие-то были, но недолго. Через некоторое время Шамалов, который был главным связным от Путина и человеком, на которого записали объект в Геленджике, велел свернуть все проекты, кроме дворца. И потом нам говорят, надо все свернуть, надо все... Ну вот это был кризис 2008 года. Нужно все свернуть, все закрыть, потому что на дворец не хватает денег. Ну, я сказал, что я не буду строителем дворца. Все деньги Росинвеста должны были быть перенаправлены на геленджикскую стройку века. Колесников, в чьи планы не входило посвятить свою жизнь и бизнес путинскому дворцу, пишет то самое письмо и рассказывает подробности произошедшего. К тому моменту на еще недостроенный дворец уже было потрачено несколько сотен миллионов долларов, а общая запланированная смета ни много ни мало миллиард долларов. История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилась и знаменитым панамским досье, и другими расследованиями. Вот, например, хорошее сделало агентство Reuters. Помните, был такой национальный проект здоровья? Так вот, журналисты отследили, что наше с вами государство закупало дорогостоящие медицинские оборудования по цене гораздо выше рыночной. Разница между ценами оставалась у посредников, которые, пропустив деньги через несколько контор, в итоге выводили их на счета фирмы Lanfranco Cirillo, итальянского архитектора Путинского дворца, с формулировкой на строительство объекта на Черном море. То есть, в буквальном смысле, мы платили налоги, чтобы с этих денег лечить тех, кто заболел. Они эти деньги взяли и потратили на Путинский дворец. Спасибо вам большое. В интернете вы можете найти несколько фотографий изнутри самого дворца, впечатляющих, конечно, и снимающих вопросы по поводу того, кто тут хозяин. Кстати, вот деталь, которая лично меня поразила до глубины души. Посмотрите на эту фотографию ворот резиденции, сделанную одним из рабочих. Что-то кажется вам смутно знакомым. Где-то вы это уже видели. Вот где. Классическая, знакомая всем сцена штурма Зимнего дворца из фильма Сергея Эйзенштейна. Собственно говоря, этого орла вы и сейчас можете увидеть, приехав в Санкт-Петербург и подойдя к Эрмитажу. И то, что Путин на личной даче поставил себе на ворота точную копию царского орла с короной из Зимнего дворца, намного говорит о том, кем себя возомнил этот человек. Но ни эта утечка, ни подтвержденная десятками документов истории Колесникова, не остановили стройку века на Черноморском побережье. Путин хочет дворец, Путин получит дворец. Чтобы погасить скандал и отвлечь внимание общественности, они придумали схему. Дворец как бы купил бизнесмен Александр Пономаренко. Это давний партнер путинских друзей дзюдоистов-ротенбергов. Он занимается с ними недвижимостью. Вместе с ними владеет аэропортом Шереметьево. Пономаренко раздал несколько интервью, где сказал, да, я это все купил себе и буду здесь строить гостиницу. И даже подтвердил журналистам, что купил дворец у Шамалова за примерно 350 миллионов долларов. И тут же упомянул, что покупку оформил на свой кипрский офшор. Мы открываем финансовую отчетность этого офшора, чтобы проверить. Находим нужный 2011 год и видим, что да, покупка была. Но дворец купили не за 350 миллионов долларов, а за 350 тысяч долларов. Или 10 миллионов рублей по тому курсу. Цена двухкомнатной квартиры на окраине Москвы. То есть это абсолютно фиктивная сделка. Они даже не удосужились перегнать реальные деньги. Просто назначили специального богатого человека, который будет считаться собственником дворца под Геленджиком. С того момента, как Пономаренко заступил на почетную должность подставного владельца, в плане управления дворцом не изменилось вообще ничего. Просто раньше Шамалов был собственником дворца, а теперь стал его управляющим. После Шамалова дворцом начала управлять какая-то компания Инвесстрой. Непосвященному человеку это должно было указать на то, что никакой связи с Путиным вообще не осталось. Директор некий Балат Закарьянов. А собственниками оформлены какие-то Татьяна Кузнецова и Инна Колпакова. Офшор, на который записан дворец, по доверенности представлял человек по имени Иван Сердитов. Кто эти люди? Но мы смотрим на их биографии, и все становится предельно ясно. Балат Закарьянов, тогда директор управляющей компанией дворца, сейчас указом Путина, назначен начальником управления общественного питания, управления делами президента России. Татьяна Кузнецова, это жена Олега Кузнецова, тогда действующего начальника восковой части 1473, Федеральной службы охраны, которая участвовала в строительстве дворца в качестве заказчика-застройщика. Сейчас эта восковая часть переименована в более понятное. Управление эксплуатацией имущества органов государственной охраны. Инна Колпакова, это жена Александра Колпакова, в то время начальника управления В, службы безопасности президента России. В задачи этого подразделения входит строительство и управление резиденциями главы государства. А сейчас Александр Колпаков, управляющий делами президента РФ, Владимира Владимировича Путина. Иван Сердитов, это молодой юрист, который в то время работал в фирме Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры. Хм, Егоров, узнаете? Это тот самый Николай Егоров, однокурсник Путина, который потом устроил его в мэрию к Собчаку. Сейчас Сердитов, глава правового управления, управления делами президента. Ну и небольшой бонус, чтобы вы поняли, как выгодно охранять путинские секреты. Вот тут, на набережной Геленджика, в 15-м году были построены четыре тысячаметровых дома, рядышком. Один получила управляющая, Татьяна Кузнецова. Второй, тесть Колпакова. Третий, архитектор дворца, Ланфранко Черила. Ну и четвертый, самый большой, принадлежит сыну Балата Закарьянова. Так что, сколько бы нам не рассказывали, что этот объект принадлежит некому бизнесмену, это наглая ложь. Не бывает над домами бизнесменов, бесполетных зон. Не строят их сотрудники ФСО и не охраняют сотрудники ФСБ. Перед домами бизнесменов не закрывают моря даже для рыбацких лодок. Ни у кого не может быть ни малейших сомнений в том, что это дворец Путина. Перейдем к интерьерам. Это, конечно, не просто здание. Это символ 20 лет правления Путина. И то, как он выглядит, и то, как его скрывают, и то, кто за него платит, и даже то, что его строят уже 15 лет и все никак не могут закончить. Вот представьте, у вас есть неограниченное количество денег, вся власть и любые ресурсы. Как вы это используете? Мы знаем много разных примеров. Самые богатые люди мира часто тратят свое состояние на благотворительность. Или строят университет. Или огромную больницу, которую назовут их именем. Какую же свою мечту реализует Путин? Вот ради чего он все это устроил? 20 лет у власти, репрессивные законы, обворованный нищий народ, полное уничтожение политики, переписанная конституция, посаженные люди. Сейчас мы увидим ответ. Ради золота и мрамора. Ради диванов и кушеток в стиле Людовика 14. Ради мозаик, фресок, витражей собственного театра и даже аквадискотеки. Я обещал вам, что мы попадем в гости к Владимиру Путину. И мы попадем, несмотря на то, что нас туда никто не приглашал. Поможет нам один из важных подрядчиков, работавших на обустройстве дворца. Он сам был настолько ошеломлен и взбешен роскошиством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта. Здесь есть все. От рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток. То есть мы с вами в буквальном смысле увидим, на каких конкретно диванах сидит Владимир Путин, на каких кроватях лежит и за какими столами ест. Посмотрите, вот здесь есть цокольный этаж, здесь огромный бассейн, спа-зона, массажный кабинет, косметологический кабинет, какая-то спа-капсула, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу в место, которое обозначено на плане как аквадискотека. Я, честно говоря, не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз, который ожидает нас на даче Путина. Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комната для персонала, врачей, управляющих, поваров, гардеробная для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц, и вот это хорошо, склад грязи, 18 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много грязи. Ну и из более традиционного, здесь есть коктейль-холл, из которого можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб. Замечательно. А вот на первом этаже тренажерный зал с татами. Рядом куча интересных помещений, типа читальни или музыкальной гостиной. А вы думаете, зря, что ли Путин выучился играть на фортепиано? Нет, он планирует после тяжелого президентского дня позаботившейся народе прийти в музыкальную гостиную и что-нибудь сыграть для души. Совершенно справедливо сейчас вот возразить. Да ты сам выдумал это все. Нарисовал планы и показываешь нам. А Путин на следующей пресс-конференции заявит, как обычно. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Поэтому перед экскурсией я должен все верифицировать и доказать вам подлинность этих документов. Я уже говорил, что в 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца, сделанных рабочими. Когда нам прислали эти планы, мы сами взяли их и начали сличать с имеющимися фотографиями, чтобы убедиться, что перед нами не фальшивка. Аквадискотеку я вам уже показывал. Вот фото, вот она на плане. Но это ладно, можно увидеть снаружи и перерисовать. Давайте поищем что-то внутри. Вот фотография явно из столовой. Здесь хорошо видно столы, стулья и серванты с вензелями. Мы без труда находим это помещение на плане. Это малый обеденный зал. Вглядываемся в указанное в плане название мебели. Тут написано Четерио Атена. Это, как и все остальные поставщики мебели во дворец, суперэксклюзивный итальянский мебельный дом, продающий штучные товары строго под заказ. На гугле такой гарнитур невозможно. Поэтому мы написали письмо на фабрику Четерио и просто попросили прислать нам каталог. И вуаля, комплект мебели в каталоге выглядит так. Стол, стулья, буфет. Все то же самое, что и на фотографии. И давайте еще раз, чтобы быть совсем уверенными. Вот, например, фото рабочего рядом с тумбочкой. Видно узор на полу. Ищем такое же на наших планах и находим его в спальне. Смотрим, что это за комод. Вот фирма Позоли и артикул мебели. Заказываем каталог у этой фабрики. Опять же, суперэксклюзивный. У них даже на собственном сайте нет этой мебели. И снова успех. Указанный в планах комод точно совпадает с комодом на фото. С этой итальянской мебелью вообще была смешная штука. Мы попросили нам прислать фотографии 20 или 30 предметов мебели, которые нашли на планах. И представители фабрики в какой-то момент сильно удивились и спросили, не мы ли заказывали у них точно такой же набор для строительства дворца на Черном море. Но мы сказали, что это да. Это мы заказывали. А вот другая итальянская семейная мебельная фабрика в путинском дворце тоже очень много всего от них. Они вообще на свой сайт выложили фотографии дворца Путина изнутри и видеоролик, где написано, что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров. А потом, видимо, этих клиентов и показывают. Эти фабрики реально делают суперэксклюзивную мебель в настолько маленьком количестве, что они десятилетиями помнят всех своих покупателей. Цены соответствующие. Вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик тоже за 2 миллиона в коридорах стоят диваны подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за полтора миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. В общем, удостоверившись, что архитектурные планы наши абсолютно точны и достоверны, мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры. Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Но, где нет фото, могут отличаться незначительные детали, вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях. Заходим в дворец с главного входа. Владимир Путин мнит себя русским императором и ведет себя соответствующе. Итальянский архитектор построил ему дворец в итальянском стиле. Классическая палацца. Внутренний двор с фонтаном в центре окружен галереями. Как будто мы не под Геленджиком, а в Болонье или Флоренции. Из двора идем в читальню. Так называется эта комната. Здесь мы убедимся, насколько наша реконструкция похожа на оригинал. Фотографии этой комнаты доступны в интернете и мы сверяем. Вот смотрите, колонны, лепнина, люстры, фрески полностью на 100% совпадают. А вот золотые орлы. Их не может быть слишком много. Владимир Путин, читающий в этой комнате комсомольскую правду, должен помнить, он хозяин России. А вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца. Беззаботный рабочий прилег на диванчик, на котором позже будет возлежать августейшее тело. Ему стоит быть поосторожнее. Диванчик этот стоит дороже, чем его квартира. Покидаем читальню, нам еще много где надо побывать. Распахиваются двери справа, и мы оказываемся в шикарном мраморном фойе с баром. Такие обычно бывают перед входом в театр или концертный зал. И мы угадали. Богатые люди ставят дома домашние кинотеатры. А президент России построил дома настоящий театр с огромной сценой, кулисами, гримерными и императорскими ложами. Я не шучу. Внутри зрительские ложи внизу закрываются бархатными портьерами, если владельцу нужна более интимная обстановка. На втором этаже балконы с диванами. Здесь проявляется верность Владимира Путина традициям. Помните, в царской России помещики строили себе крепостные театры? Так вот и у нашего президента есть такой. О его тяге к костюмированным вечеринкам и переодеваниям рассказала певица Ветлицкая еще в 2011 году. Вместе с другими артистами ее пригласили на закрытое выступление в резиденцию Путина на Валдае. И каково же было ее удивление, когда выступать пришлось перед Путиным и пятью его гостями, одетыми во фраке и костюмы екатерининских времен. Рассчитывались тогда с выступающими званиями народных артистов, дорогими часами, бриллиантами и самым ценным иконой с личным автографом президента. А что написал на иконе Путин? С уважением, Владимир Путин. Пока простые россияне устраиваются поудобнее, чтобы насладиться капитал шоу Поле чудес, в театре Черноморского дворца гаснет свет, открывается занавес, и национальный лидер придается более изысканным удовольствием. К вопросу об изысканных удовольствиях. Знаете, чем увлекается наш президент? Никогда не поверите, но он обожает кальян. Идем туда, что на плане дома обозначено как кальянная. И правда, выглядит это как лучшее, самое дорогое кальянное города Махачкалы. Диванчики, столики, приглушенный свет, идеальная атмосфера, чтобы обсудить вопросы бюджета. Лежа среди мягких подушек, президентов и гости могут насладиться и шоу. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть для новогодней елки, может быть для гигантской шаурмы, а может быть для выступления в поддержку Конституции. Если так называемая кальянная вас удивила, то дальше вам понравится еще больше. Сергей Колесников в своем письме Медведеву рассказал, что внутри дворца есть казино. Но тогда на эти слова никто не обратил внимания, потому что невозможно было себе представить, чтобы президент России в своем личном доме построил казино. Наверное преувеличил или приукрасил, но нет. Огромное личное казино действительно существует. В проекте было предусмотрено казино, но это казино не извините меня, не для приглашения людей с улицы, но просто для проведения времени. Мы с вами заходим в личное казино Владимира Путина. Во всей остальной стране они запрещены, но здесь можно все. Два карточных стола и рулетка. Любопытно только, на что они играют. Просто на деньги им не интересно. Скорее всего на госкомпании. Так что теперь не удивляйтесь, что все национальные богатства страны принадлежат путинским друзьям. Вполне вероятно, он их просто проиграл. Из казино через бильярдную мы попадаем в игровой зал. Первое, что нас впечатляет, оказывается, наш президент не чужд и простых развлечений. Он любит потанцевать. Здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном. Остальная часть комнаты заполнена игровыми автоматами. Для настоящего патриота свой собственный черноморский Лас-Вегас. Это помещение называется залом развлекательных игр, где однорукие бандиты стоят рядом с золоченными креслами. По 700 тысяч рублей за штучку. А вот тут, наверное, самая любимая комната президента России. То место, где Путин всех переигрывает. Но тут нет ни глобусов, ни карт военных действий. Зато есть игрушечные гоночные машинки. Для его маленьких электрических друзей отведено специальное помещение размером с однокомнатную квартиру. Здесь на специальном треке главный геополитический стратег современности совершает удивительные трюки. Немного смущаясь, но все-таки отправляемся на второй этаж. В святая святых. Спальню верховного главнокомандующего президента России Владимира Владимировича Путина. Впрочем, слово покоя было бы более уместно. Здесь все по лучшим аристократическим правилам. Не как у вас открыл дверь и видишь кровать. Сначала первая гостиная, диваны, кресла. Здесь отдыхают перед отдыхом, видимо. повидал немало на своем веку. Шальная императрица, ну или в нашем случае шальной император, это именно те слова, которые приходят в голову, когда видишь это. Золото, бархат, балдахины, но при этом обязательный телевизор напротив, чтобы не пропустить важные новости на первом канале. Именно тут, в путинской спальне, около этого комода была сделана вот эта фотография. Не одни мы такие неделикатные. Из монаршей опочивальни уже совсем приватную гостиную. Здесь, наверное, даже Сечин не бывал. И еще одна дверь, за ней гардероб, и уже через него можно попасть в ванную комнату, где вокруг джакузи стоят мраморные колонны. Не знаю, сколько вам квадратных метров нужно для сна, но в Геленджикском дворце подхозяйскую спальню отвели 260. И вроде настал момент, когда пора сказать, мы показали вам дворец Путина, его спальню, казино, аквадискотеку и игрушечной машинке. Подписывайтесь на наш канал и распространяйте. Но штука в том, что на самом деле его владение на Черном море не ограничивается лишь этим дворцовым комплексом. Путинский дворец это гораздо больше, чем то, что мы видели и представляем себе. Вот тут, в поселке Девноморское, находится 186 гектаров земли. Мы видим только 32 которые используются под виноградники. Но какие красивые. Фирма Лазурная ягода получила их в собственность в 10-м году. А еще 150 гектаров вокруг находятся у нее в аренде. Это достаточно известная винодельня. У них есть сайт. Вы можете увидеть ровно эти пейзажи, только красиво отснятые для рекламных брошюр. Здесь есть и фотография самой винодельни. Небольшого заводика, но внутри для созревающего вина круглосуточно играет классическая музыка. Считается, что от этого вино становится лучше. Здесь есть и вертолетная площадка размером 60 на 60 метров. Какая винодельня может обойтись без вертолетной площадки? На участке есть спецсвязь. Не знаю зачем, но могу представить, что это может быть очень удобно, когда кому-то на другом конце спецсвязи срочно понадобится бутылочка другая. Вылетаем от винодельни и видим забор и КПП внутри объекта. Это, как мы уже убедились на примере путинского дворца, обычная практика позволяет изолировать обслуживающий персонал винодельни от персонала дачи и уберечь секретные объекты от посторонних взглядов. Пролетаем над виноградниками и понимаем, что да, есть что прятать. Огромная дача или шато, как она называется по документам. У здания причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок. Площадь 2400 квадратных метров. Рядом спа-комплекс площадью 3200 квадратных метров с большой верандой. Тут же искусственный пруд. На пруду небольшие домики для птиц. Зачем Путину еще одна дача в 10 километрах от огромного дворца? Один из разработчиков проекта описал нам его так. в соседней Просковеевке, где в скале специально вырубили дегустационную комнату. Закаты какие-то другие. Вместе с дворцом эти виноградники в 2011 году продали Пономаренко. Но дальше нас ждет интересный поворот. Всего через 4 месяца уже сам Пономаренко тоже их продал. И не кому-нибудь, а председателю партии Роста бизнес-омбудсмену Борису Титову, который следующие 6 лет формально владел этими виноградниками, запустил производство вина, после чего в 2018 году вернул Шато и виноградники обратно путинским друзьям. Интересно, что все то время, пока Титов был собственником, угощал журналистов своим вином, и в общем активно делал вид, что это его новый проект надолго, юридически это хозяйство продолжало контролироваться известными нам управляющими компаниями. Друга свата Путина Николая Шамалова, Татьяной Кузнецовой, Инной Колпаковой и Иваном Сердитовым. А что Титов? А что Титов? А Титов тоже получил для себя кое-какую выгоду от участия в этой операции прикрытия. Всего через год после того, как его Абрао-Дюрсо стало владельцем лазурной ягоды, Владимир Путин своим указом назначил Бориса Титова бизнес-омбудсменом. Даже эту должность специально для него придумали, чтобы защищал бизнес путинский. Понятно, что бизнес любят поплакать иногда, но тем не менее, чтобы рассказать нашу историю дальше, нам нужно внимательно изучить эту бутылку вина. Она разлита на этой самой винодельне. На этикетке написано «Эксклюзивное вино усадьба Девноморская». Изготовлено по лучшим европейским технологиям из винограда, выращенного на терруаре в районе города Геленджика на каменистых склонах, спускающихся к побережью Черного моря в окружении реликтового соснового леса. А вот изготовитель, но почему-то не ООО «Лазурная ягода», а другая фирма «ООО Девноморья». И тут мы обнаруживаем еще одну путинскую сделку на много-много миллиардов рублей. Вино на самом деле выпускает не лазурная ягода, а именно эта фирма «Девноморья». Она арендует у ягоды производственное здание, 2000-метровый склад, выращивает виноград и продает его под маркой «Усадьба Девноморская». Бизнес небольшой, около 150 тысяч бутылок в год. Для сравнения, Абрау Дюрсо выпускает 39 миллионов бутылок. Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал Девноморью беспроцентный кредит 7,5 миллиардов рублей. На крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал 2,5 годовых бюджета Геленджика. Этим благодетелем, а по совместительству и единственным владельцем АО Девноморья был 42-летний Владимир Колбин. Ничего примечательного в биографии этого человека нет. Работает наемным директором Геленджикского морского порта. Человек, конечно, не бедный, но олигархом не выглядит. Вот его 330-метровый дом в Геленджике в полукилометре от моря. Дом куплен год назад, в декабре 19-го. Согласитесь, это не дворец миллиардера. А вот его 200-метровый дом в Ленинградской области. Еще скромнее. Откуда у него может быть 7,5 миллиардов? Достались от папы. Владимир Колбин это сын Петра Колбина, того самого друга детства Путина, с которым они вместе ходили на деревенскую дискотеку и который позже стал одним из кошельков президента. В 2018 году Колбин старший умер, но очевидно, что его должность держателя путинских денег досталась по наследству его сыну. Усадьба Девноморская вино из этой абсолютно неизвестной небольшой винодельни при полном отсутствии какой-то серьезной рекламы обладает совершенно особенным статусом. Я думаю, вряд ли кто-то из вас его пробовал или даже видел. Это от того, что вы, дорогие зрители, не ходите на приемы в Кремль. Мы нашли несколько фотографий меню с последних кремлевских приемов. День Победы 2019 год подают салат из камчатского краба, гребешок и шардоне из усадьбы Девноморская или День Народного Единства. Смотрим меню. Тот же самый набор. Лично Путин угощает этим вином своих друзей, товарищей из Китая Си Цзиньпиня. И под этот же шардоне обсуждают углубленную интеграцию с Лукашенко. Вначале виноделие было для Путина просто статусной вещью. Такое шикарное хобби. Но желание окружающих выслужиться и неограниченное количество денег привели к неизбежному. Хобби вышло из-под контроля. Были заложены вторые виноградники, которые оказались еще больше и еще дороже тех, которые мы с вами только что наблюдали. И в их центре мы обнаружили целый винный суперзавод. Новые виноградники расположены в противоположной дворце стране в 9 километрах в селе Креница. В 19 веке сюда приехала группа народовольцев и толстовцев с семьями и организовала здесь общину. В 1886 году они заложили первые виноградники. 130 лет спустя на смену толстовцам приходит вот этот господин из Петербурга. Николай Егоров, который сидел с Путиным за одной партой в институте. Его фирма Аксис Инвестиции в 15 году арендовала 140 гектаров земли вот тут. А теперь посмотрите на эти неприятные снимки. Кто этот избитый до полусмерти человек? Может быть главарь террористической ячейки, которого задержали где-то в лесах? Опасный бандит? Нет, это известный краснодарский эколог Андрей Рудомаха. Фотография сделана после его избиения неизвестными людьми. Рудомахи сломали череп, нос, у него химические ожоги глаз и куча византийском стиле. После нападения на Рудомахи журналисты новой газеты обнаружили эту необычную церковь из Греции и сделала многократно упомянутая нами управляющая дворца и других виноградников Путина, жена начальника ФСО войсковой части Татьяна Арнольдовна Кузнецова. Журналисты даже написали запрос в аксесс с требованием прокомментировать что у них там делает Кузнецова и им прямо ответили что Кузнецова у них технический заказчик проекта то есть человек который от имени владельца недвижимости заведует строительством как заведенная шарманка я могу только в третий раз повторить эти виноградники на самом деле часть владения путина дворец записали на одного человека виноградники в динаморске на второго вот эти на третьего управляют всем одни и те же люди давайте лучше посмотрим с воздуха что скрывается за высокими заборами и что за очередная стройка века разворачивается прямо сейчас мы от черного моря летим к очередным виноградникам владимир владимир владимировича путина в селе креница три поля перед вами это лишь небольшая их часть всего 18 гектаров правее находится в два раза больше вся земля вокруг виноградников тоже путинская 140 гектаров вон там впереди видим огромную стройку и летим посмотреть сотни рабочих здесь строят супер современный огромный винный завод часть строителей живет вот в этих сборных конструкциях часть ежедневно привозят на автобусах на проект ежегодно тратится по 3 миллиарда рублей невероятно дорогое хобби но главное за чужой счет летим дальше здание справа это одно из двух кпп его площадь 830 квадратных метров огромные ворота позвонят гонять через это здание любые грузовики чуть правее административно бытовой корпус разворачиваемся и видим 1200 метровое здание энергоцентра именно из этого здания вся винодельня будет обеспечиваться электричеством и теплоэнергией и мы оказываемся ровно над гаражом для сельскохозяйственной техники 1150 метров чуть разворачиваемся над совсем уже облагороженной территорией и видим сам винный завод по документам его площадь 13700 квадратных метров это всего на 4000 метров меньше путинского дворца новый винный комплекс хоть он еще и не достроен уже имеет официальное название винодельческое подворье старый прованс и если на заводе в девноморском для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записи то тут достаточно места для целого симфонического оркестра на зависть лучшим тосканским винам впечатляет правда но я сейчас вас впечатлю еще больше мы нашли фирму которая занимается поставками оборудования для этой винодельни в своих таможенных декларациях они указывали что предметы которые они возят из-за границы предназначены для винного завода креница всего мы нашли 58 деклараций это капли в море закупок при строительстве завода но и они поражают до глубины души ваза из закаленного стекла конусообразной формы 30 тысяч евро или 2,6 миллиона рублей подвесная люстра с системой из декоративных листьев 2,7 миллиона тканевый диван с 20 подушками 3 с лишним миллиона рублей кофейный столик с отделкой расплавленным металлом 4,3 миллиона рублей кофейный столик по цене двушки в балашихе я самый богатый человек не только в европе но и в мире и еще несколько особенных предметов не таких дорогих но отлично показывающих мир в котором живет путин это итальянский туалетный ершик за 700 евро или 62 тысячи рублей и держатель для туалетной бумаги за 1038 евро или 92 тысячи рублей 150 тысяч на ершик и держатель для туалетной бумаги только в один санузел а там их понятное дело десятки и ведь это не жилой дом не дача это завод путин не будет тут жить он будет иногда заглядывать ходить между виноградниками хвалить терруар и приговаривать какая благодать ну и на случай чего в туалете его будет ждать ершик и держатель для бумаги за 150 тысяч рублей годовая пенсия среднего российского пенсионера в одной путинской уборной в которую он возможно никогда не зайдет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей но на этом винное хозяйство не ограничивается у компании аксис инвестиции есть близнец апекс юг и у нее мы обнаруживаем еще 150 гектаров виноградников в двух километрах к западному девноморского таким образом общая площадь путинского хобби разрослась до 530 гектар и еще пока мы не уехали далеко из креницы вот этот участок который мы видели на нашем пролете находится в аренде у компании под названием южная цитадель и это тоже часть путинской черноморской империи оборонная эта фирма занимается разведением устриц и мидий зачем они арендуют этот небольшой участок в кренице с хозпостройками мы не понимаем зато понимаем зачем они арендуют вот этот огромный морской участок и этот и этот акватория передавалась компании под обязательство разводить там устриц и мидий но ни одного моллюска судя по их годовому отчету так в продажу и не поступило зато под предлогом хозяйства можно запрещать людям подходить к дворцу по воде и только за упоминание об этом устрицном хозяйстве олигарх михаил прохоров в свое время разогнал руководство принадлежащего ему издания рбк итак мы с вами увидели огромную взятку которую дали путину теперь осталось совсем немного разобраться кто же ее заплатил и как наш пожизненный президент оформляет свои тайные активы у нас есть тысячи банковских проводок договоры доверенности регистрационные документы и рассказы тех кто на этой стройке работал этого нам более чем достаточно чтобы а доказать что этот дворец виноградники это единая юридическая финансовая система со всего платят одни и те же люди и б продемонстрировать как работает путинский общак люди скидываются деньги идут специальные фирмы перемешиваются а потом тратятся на развлечения национального лидера мы с вами увидим как начнем с того кому это принадлежит точнее на кого записано надо отдать должное учитывая то что в народе это место никак иначе как дворец путина не называет уровень конспирации впечатляющий вот винодельня в девноморском вот виноградники в коренице вот еще одни виноградники недалеко от девноморска устрицы и вот дворец все они оформлены на специально созданные акционерные общества в которые закачиваются деньги эти акционерные общества прячут своих владельцев и все пять формально не связанных между собой компаний они выбрали одного и того же реестродержателя ЦУР Центр управления и регистрации в Санкт-Петербурге это фирма специально созданный карманный регистратор который контролируется другом путина ковальчуком там в одном месте хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджийских компаний ну и вообще всех других известных активов ковальчуков банка россии национальной медиагруппы и так далее этот ковальчуковский регистратор создан специально для того чтобы нельзя было точно сказать что кому принадлежит поэтому доказывать приходится другими способами по бухгалтерской отчетности по годовым отчетам по доверенностям ну и так далее разворачиваем нашу схему виноградники мы уже установили что а.о. Девноморье принадлежит колбину лазурная ягода которая владеет виноградниками и шато принадлежит некоммерческому партнерству в развитии аграрных инициатив это специальный фонд принадлежащий тому же колбину и нашему старому знакомому геннадию тимченко точнее не нашему а путинскому старому знакомому из 90-х Аксис и Апекс вместе с их туалетными ёршиками однокурсник Путина Егоров в 2019 году продал им же за 300 гектаров земли почти полностью построенный суперзавод и разбитые виноградники аграрные инициативы заплатили прошлому владельцу Егорову всего лишь 60 миллионов рублей здесь надо ненадолго остановиться и объяснить в чем смысл схемы с некоммерческими партнерствами я надеюсь вы все помните наш фильм он вам не димон про медведева вот у него тоже все его секретные дачки были оформлены на некоммерческие фонды путин пользуется такой же схемой только сумма у него сильно больше смысл в том что в такие фонды проще всего переводить деньги они же некоммерческие значит налоги платить не нужно то есть фактически это кошелек а скорее сундук для сбора средств и они даже не притворяются что ведут какую-то деятельность давайте посмотрим вот ежегодная отчетность которую НКО обязаны подавать в Минюст это отчет колбинско-тимченковского развития аграрных инициатив как видите если судить по этим цифрам то аграрные инициативы у них так себе точнее их нет но вот если открыть ежегодную бухгалтерскую отчетность картина совершенно другая десятки миллиардов рублей на счетах и как видим они поступают в виде пожертвований и переуступок фонду жертвуют не только деньги но и акции компании переуступают права требований по договорам займа на счетах фонда скопилось столько денег что только проценты по вкладам приносят им 650 миллионов рублей в год только проценты у тимченко и колбина есть еще один такой же фонд финансирующий эти же самые проекты фонд развития рынка эффективных инвестиций там та же самая история на счетах никому не известной конторы с одним штатным сотрудником 21 миллиард рублей у нас остались устрицы и дворец по официальной версии и там и там владелец пономаренко в последний раз дворец переоформляли в 2017 году тогда офшор соваян сменился на российское акционерное общество бином старого владельца офшор по доверенности представляет некая Наталья Тихомирова и нового владельца представляет Наталья Тихомирова она же директор бинома и директор устрично оборонной южной цитадели тоже она удивительно как будто сами себе продают с акционерным обществом бином вообще много всего удивительного вот как вы себе представляете фирму которая владеет самым дорогим жилым домом в мире фирму которая да незаконно да жульнически но все таки владеет президентским дворцом готов спорить что не так мы в петербурге в обычном спальном районе где-то недалеко от окраины города именно здесь в очень скромном бизнес-центре и арендует помещение компания бином она находится прямо вот тут именно здесь за этим окном крутятся десятки миллиардов рублей здесь компания арендует помещение меньше десяти квадратных метров этого мало даже для одного сотрудника если настоящие владельцы от нас прячут то мы можем хотя бы посмотреть кто представляет его интересы на собраниях акционеров ну то есть главного человека в биноме за подписью которого принимаются все решения это некий александр самосюк еще мы можем изучить доверенности то есть понять какие юристы работают на бином и кто может подписывать документы получаем еще несколько фамилий итого мы составили список из пяти человек управляющих фирмой бином директора тихомировой представителя акционера и трех юристов знаете что их всех объединяет они все штатные сотрудники другой фирмы акцепт принадлежащий михаилу львовичу шеломову кто же этот новый персонаж который выглядит самым главным в схеме владения дворцом подсказку можно найти прямо на официальном сайте владимира путина мать владимира путина мария ивановна шеломова была очень мягким доброжелательным человеком у матери путина мария ивановна был родной брат иван иванович а михаил шеломов его внук то есть двоюродный племянник путина михаил шеломов родился в 1968 году в конце восьмидесятых и девяностых работал на стройках затем устроился фотографом фотоателье карьера у шеломова не складывалась настолько что его буквально по знакомству устраивали на любую работу в две тысячи втором году шеломова попросили пристроить в государственную судоходную компанию софком флот давайте послушаем человека который непосредственно брал его на работу ну а в первую очередь расскажите вы были главой софком флота да я был с 2000 по 2004 и шеломов работал в софком флоте то есть вы его видели своими глазами да в общем то я его принимал на работу где то по моему на рубеже 2001 2002 я уже точно не помню ну вот хорошо расскажите поскольку это такой удивительный совершенно человек просто как он вообще у вас оказался и ну просто последовательно по роду как бы своей работы я часто решал кадровые вопросы то есть практически каждый член софта директоров так или иначе хлопотал за кого-то вот в том числе был Игорь Иванович Сечин но он не был у нас в софте директоров но я с ним встречался и как-то он меня попросил трудоустроить человека в Петербурге вот я спросил береговой он или плавсостав чтобы куда его направить он сказал ну разберешься сам отдал мне папочку с его данными вот эту папочку я в общем то посмотрел пробежал ну думаю ладно передам это директору нашего представительства в Петербурге пусть он с ним встретиться поговорит посмотрит кто это такой может и откажется может не его профиль вот он встретился с ним поговорил вот и где-то я получил уточняющий звонок от Сечина как-то достроил или нет и мы еще строили суда на адмиралтейских верфях танкеры то его использовали по его же как бы профессиональным навыкам в основном фото дело то есть он просто фотографировал суда не суда а процесс строительства плюс какой-то такой работой в офисе на подхвате в общем то он занимался потом я уже сам думаю надо мне поинтересоваться у Михаила чего вдруг такой интерес к его персоне то министр меня персонально спрашивает то кожа просит устроить еще вот ну и Шеломова я Михаила спрашиваю я говорю Михаил мне чтобы знать на будущее какие инициативы и как на них реагировать ты немножко просвети кто ты есть вот он мне тогда как бы к большому секрету говорит что он ближайший родственник Путина и одновременно с этим в самом начале двухтысячных годов еще во время первого путинского срока очень скромно живущий Шеломов начал сказочно богатеть на ту самую фирму Акцепт записали доли в карманном банке Путина банке Россия и крупнейшей российской страховой компании это даже тогда сотни миллионов долларов Шеломов должен был считаться одним из богатейших людей страны но все это время он продолжал работать обычным наемным сотрудником в сомвком флоте ходил в офис жил в скромном таунхаусе на окраине петербурга и он до сих пор там живет ведь его богатство ему не принадлежит на него просто записано то что путин украл или получил в виде взяток помните перед новым годом была новость киргизский мальчик написал письмо путину как деду морозу и попросил себе в подарок акции газпрома путин заметил это письмо из него сделали целый инфоповод умилительно посмеялись а мальчику подарили к сожалению не акции а тульский пряник и портрет президента путина новогодний подарок руставу от президента российской федерации владимира владимировича путина тульский пряник и термо крошка подарок из администрации президента передали через деда мороза а еще портрет с автографом владимира путина и пожелание хорошо учиться а мог бы вообще то в принципе и акцию другую подарить благо в семье у путина этих акций в избытке мы обнаружили что племянник путина шеломов через все ту же фирму акцепт является собственником 39 миллионов акций газпрома это примерно 0,2 процента от всей госкорпорации и рыночная стоимость этих акций превышает 8 миллиардов рублей и только на этом шеломов зарабатывает более полумиллиарда рублей в год например в 2018 он получил от национального достояния 650 миллионов и тульский пряник я надеюсь не хочу быть миллионером не хочу быть миллиардером я хочу быть акционером оао газпром изучив 15 лет истории этого объекта мы понимаем что на кого записан дворец не имеет никакого значения кого только не было среди собственников важно кто этим дворцом управляет если раньше до 17 года это были связаны с фсо и управ делами президента люди то сейчас дворцом управляет фирма двоюродного брата путина близкого кровного родственника на которого годами записываются самые секретные путинские активы мы добрались с вами до самой интересной части а чьи гуляем помните с чего мы начали главное правило путинской коррупции хранить деньги у тех кого знаешь давно мы проанализировали более 100 тысяч банковских проводок фирм и людей вовлеченных в схему финансирования дворца и сейчас готовы раскрыть вам имена главных путинских кошельков на протяжении всего этого ролика рассказывая про путина я упомянул кучу людей абсолютно разных и вроде бы ничего их не связывает но сейчас вы поймете почему они здесь все все они встретились на черноморском побережье чтобы дать самую большую в мире взятку вот наши фирмы уже знакомые на которой записаны виноградники и дворец начнем с виноградников и шато в девноморском фирме а о девноморья которая выпускает вино усадьба девноморская 8 с лишним миллиардов рублей перевел владимир колбин сын друга детства владимира путина петра колбина фирме лазурная ягода которая владеет самим виноградником и шато больше всего денег дала российская фирма аратрон 2 с лишним миллиарда рублей аратрон принадлежит петербургскому бизнесмену александру плехову это очень интересный и очень не случайный персонаж помните миллиарды долларов которые нашлись на счетах путинского друга детства велончелиста ралдугина это расследование про панамские архивы почти все деньги которые он там заработал он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в россию эти миллиарды зачем-то перечисляли госкомпании и олигархи а сам виолончелист судя по всему не сильно представлял чем владеет то есть тогда были найдены буквально личные миллиарды путина его офшорные кошельки так вот александр плехов был управляющим этих офшоров по доверенности а еще один офшор которому платили олигархи мордашов и ротенберг вообще был записан на плехова лично плеховский аэротрон кстати давал деньги не только лазурной ягоде но и дивноморью и южной цитадели которая должна была разводить устриц и мидий свой бизнес в петербурге плехов ведет с еще одним путинским другом и соседом по даче юрием ковальчуком ковальчук появляется у нас на схеме вместе с целым облаком офшоров это целая паутина фирм которая им контролируется и гоняет деньги туда-сюда эти офшоры используются для финансирования личных активов братьев ковальчуков типа дома в геленджике в ленобласти самолетов вертолетов и множество других активов которые приписывают как ковальчуку так и самому путину выделяется здесь офшор форстис который тоже давал деньги и дивноморью и устрицам но больше всего полтора миллиарда лазурной ягоде он тоже фигурировал в панамском досье с помощью него фирмы ралдугина загоняли деньги из офшоров обратно в россию на российский счет этой конторы но это не все деньги за счет которых существует и растит виноград лазурная ягода еще их содержит государственная корпорация роснефть и главный путинский протеже который когда то во времена питерской мэрии носил за путиным портфель а сейчас почему то считается великим и ужасным Игорь Иванович Сечин между лазурной ягодой и дочерним предприятием роснефти заключен договор аренды согласно которому госкорпорация платит винодельни 40 миллионов рублей в месяц за аренду неизвестно чего у лазурной ягоды просто нет ничего что могло бы стоить такие деньги за такую сумму прямо сейчас можно снять офис площадью 14 тысяч квадратных метров несколько верхних этажей высотки в московском сити и всего такими вот фиктивными арендными платежами лазурная ягода получила от государственной роснефти почти 2 миллиарда рублей здесь останавливаемся потому что это важнейшая часть схемы ее нужно хорошенько осознать есть фирмы принадлежащие двум миллиардерам тимченко и колбину они сами в эти фирмы уже закинули столько денег что потратить их не могут а вот просто кладут на депозит в банк и туда все равно бросают еще больше денег и миллиардер ковальчук и виолончелист ралдугин и государственная компания роснефть почему потому что перед нами тот самый легендарный путинский общак как вы в книжках читали про воров в законе такой же есть и в кремле путинские бизнесмены несут дань своему боссу а тот тратит деньги на свое усмотрение дальше другие виноградники и завод в кренице их строят на деньги нескольких человек во первых путинского бизнес-партнера из 90-х геннадий тимченко он дал 3,3 миллиарда рублей а еще 3 миллиарда дал путинский сосед по партии николай его я его уже много раз упомянул в этом ролике и может сложиться впечатление что его его не учитывая что все состояние его оценивается в 5 миллиардов рублей получается что больше половины нажитого за всю жизнь он потратил на винозавод в кренице а потом еще и продал его за 50 миллионов рублей но дав денег на виноградники лично от себя его на этом не остановился помните историю про университетских приятелей путина там был этот самый Егоров еще ильгам рагимов и виктор хмарин так вот эти трое в 2015 году создали в петербурге фирму инвестиционные решения и эта фирма тоже дала еще 2 миллиарда займа на суперзавод в кренице но это не самая большая трата фирмы однокурсников путина в 2019 году инвестиционные решения дали 2,5 миллиарда рублей биному владельцу дворца а потом в 2020 году еще 2,6 всего 5 миллиардов увы и этих денег не хватило на реконструкцию и новый подземный хоккейный комплекс еще почти столько же 4,3 миллиарда рублей бином получил от нашего первого сегодняшнего героя коллеги путина по дрезденскому кгб николая токарева точнее не самого токарева а от государственной компании транснефть которую он возглавляет та же схема как и у роснефти с лазурной ягодой фиктивная аренда но в гораздо большем масштабе дочерние компании транснефть переводят на счет дворца в проскавеевке 120 миллионов рублей в месяц 120 миллионов поскольку транснефть полностью государственная компания они вынуждены оправдываться за то что они загоняют такие огромные суммы на аренду амфитеатра в деревне проскавеевка поэтому сюда раз в год приезжает глава компании николай токарев чтобы сфотографироваться и сделать вид что проводят здесь какие-то рабочие совещания только собрание эти проходят не в читальне и не в музыкальной гостиной а вот тут в специально построенном городке для персонала или вот тут токарев снимается на вертолетной площадке нужны нетривиальные такие подходы организация работ что мы собственно и делаем многие процессы пришлось запараллелить приехал попозировал перед камерой заплатил деньги и уехал всего от структур транснефти на счет компании владельца дворца поступило 4 миллиарда 300 миллионов рублей за три года таким образом государственная транснефть является одним из крупнейших спонсоров строительства путинского дворца всего за последние три года только по самым скромным оценкам и очень неполным данным которые есть у нас в распоряжении на счета дворца и виноградников поступило 35 миллиардов рублей это деньги которые тратятся прямо сейчас на реконструкцию на строительство винодельни и на ежедневное содержание этого огромного хозяйства и это в дополнение к тому миллиарду долларов который уже был инвестирован в стройку к 2017 году таким образом если вы спросите ну а сколько в итоге стоит дворец путина под геленджиком ответить на этот вопрос будет нелегко потому что такие объекты с тоннелями вырубленными в скалах и подземными хоккейными коробками они просто не продаются но мы можем оценить минимальную стоимость сколько на него потратили денег в общей сложности уже 100 миллиардов рублей поэтому мы и называем это самой большой в мире взяткой путинские друзья получившие от него право украсть в россии все что они желают отблагодарили его много чем но в частности скинулись собрали 100 миллиардов рублей и построили своему боссу дворец на эти деньги взгляните еще раз на эту схему согласитесь выглядит она сложновато даже для такой непростой затеи как секретное строительство самого дорогого в мире дворца с виноградниками но что если я вам скажу что это всего лишь маленькая часть того что существует на самом деле к схеме можно прорисовать еще несколько десятков фирм и офшоров которые оплачивают другие тайные активы путина и его семьи используя те же самые деньги от тех же самых людей ведь потребности нашего скромного президента совсем не исчерпывается только черноморским дворцом а как же родственники вы же не ожидаете что они как какие-то обычные люди будут жить на зарплату каждому нужно жилье каждому нужен самолет каждому нужна яхта все это надо оплачивать а значит нужна финансовая схема и люди наполняющие эту схему деньгами этот общак основу которого мы вам описали используется путином для того чтобы покрывать расходы членов семьи чем больше семья тем больше расходы а у путина как и положено человеку возомнившему себя монархом довольно богатая и насыщенная личная жизнь совсем недавно издание проект рассказал нам замечательную историю из жизни этого глубоко верующего человека хранителя тысячелетних консервативных ценностей оказывается живет в санкт-петербурге гражданка по имени светлана кривоногих когда-то она была просто симпатичная молодая девушка а сейчас превратилась в невероятно богатую женщину акционера банка россии и никто не может понять как же на кривоногих когда-то работавшей уборщицей свалилось такое счастье а счастье вот оно кривоногих познакомил с путином в конце 90-х а в 2003-м как утверждает издание проект родила от него дочь елизавету через несколько месяцев после этого она стала обладательницей 450-метровой квартиры получив ее от ковальчука и других знакомых путина по дачному кооперативу озеро потом были еще квартиры опять же от старых друзей путина например вот эта 200-метровая в 300 метрах от эрмитажа и она досталась кривоногих от олега рудного которого еще в 2005 году газета коммерсант называла другом путина через запятую после ковальчука после того как кривоногих родила путину ребенка на нее оформили еще кучу активов включая 3 процента акций банка россия и финансируются эти активы точно из этой же схемы которую мы вам описали например деньги от акцепта получает ее компании озон и пульс озон это курорт и гора в ленинградской области а пульс это 40 метровая яхта светланы кривоногих известный нам офшор форстис который давал деньги на виноградники в девноморском также выдавал кредиты еще одной фирме кривоногих профит и эта контора владеет ленинград центром в таврическом саду в петербурге поэтому мы подтверждаем расследование проекта случайная женщина не может быть в этой схеме это еще один пример того как путинские друзья обкрадывают всю страну а в знак благодарности содержат путинскую любовницу и ее ребенка личная жизнь путина касается только его но хочется ему пусть себе хоть 20 семей заведет мы обращаем внимание на другое его бурные отношения оплачиваются взятками и коррупцией ну это вообще нормально в стране 20 миллионов нищих а он своей любовницей покупает яхту да ладно яхта и яхта и квартиры кривоногих выглядят просто мелочью по сравнению с содержанием знаменитой гимнастки и женщиной обладающей самым непонятным статусом в России Алины Кабаевой я думаю что не будет неожиданным если я скажу что они все мне нравятся в 2008 году аж целую газету московский корреспондент закрыли потому что она написала статью о связи Путина и Кабаевой это запретная для всех тема но правда то от этого не меняется на содержание еще одной женщины Путина тратят миллиарды украденных денег мы просто по документам видим что Алина Кабаева неотделима от нашей схемы от Геннадия Тимченко бабушке Алины Кабаевой достается 200 метровая квартира в Питере за 4 дня до этого другой фигурант нашей схемы точнее тогда еще его отец отписал той же самой бабушке две соседние квартиры на Арбате по 300 метров каждая бизнесмен Григорий Баевский которого можно назвать таким же номиналом Ротенбергов как и Пономаренко в августе тринадцатого года передал бабушке Кабаевой полгектара земли на Рублевке и два дома на нем 1400 и 1700 метров а через пять лет соседний участок купила уже сама Кабаева да что там говорить бывшая гимнастка у нас назначена главным медиа менеджером страны она председатель совета директоров национальной медиагруппы это структура принадлежит главному держателю путинских денег Ковальчуку и владеет она чуть ли не большинством российских сми и спору нет Алина Маратовна Кабаева лучше всех в мире прыгает с мячиком и лентой но управлять телекомпаниями и газетами она никак бы не смогла если бы не ее связь с Путиным ведь она только совершенно официально получила от Ковальчука зарплату в 2018 году 785 миллионов рублей но вы не подумайте что Алина Маратовна и ее родственницы только получают и получают эти квартиры и деньги обратно они тоже отдают вот посмотрите какой трогательный документ мы обнаружили просто документ эпохи это выписка на относительно небольшую сочинскую квартиру бабушка Алина купила ее в 2011 году а через 6 лет квартира переходит в собственность Михаила Шеломова родственника Путина идет так сказать консолидация совместного имущества то есть справка на эту квартиру пока единственный документ в истории где вместе фигурируют обе семьи Алины Кабаевой и Владимира Путина сейчас я уверена в завтрашнем дне и я пойду голосовать 2 декабря на выборы и буду голосовать за единую Россию и за человека который мне подарил уверенность в завтрашнем дне за Владимира Владимировича Путина впрочем жизнь многоженца это не только удовольствие но и проблемы и песня известная каждому в нашей стране как будто прямо посвящена Владимиру Путину помните три жены красота что ни говори но с другой стороны тещи тоже три неплохо очень иметь скришины но очень плохо с другой стороны ведь у Путина выходят тоже три тещи как минимум к счастью для нашего национального лидера у него есть то что отсутствовало у героя фильма кавказская пленница компания газпром у газпрома раньше было дочернее предприятие называлось оно теплоинвест и занималась тем что владела всякими мелкими котельными трубами кабельными линиями такая вот небольшая структура сейчас ее даже нет ликвидировали но как это так вышло что перед ликвидацией эта фирма прикупила несколько супер элитных квартир в самом дорогом месте москвы в районе остоженки в 2014 году теплоинвест стал собственником 260 метровой в этом доме на причистенке и 220 метровые в этом в молочном переулке это очень очень дорогие квартиры и в течении года после покупки одна из этих квартир подороже досталась маме Алины Кабаевой Любови Михайловне Кабаевой а вторая чуть поскромнее маме Светланы Кривоногих помните что заявляет газпром в своих рекламных роликах национальное достояние а надо бы конечно сменить лозунг газпром используем национальное достояние на содержание путинских тещ великий русский писатель Лев Толстой однажды очень четко описал устройство власти в России собрались злодеи ограбившие народ набрали солдат судей чтобы оберегать их оргию и пируют это гениальная фраза и сейчас она на сто процентов точно описывает происходящее в нашей стране злодеи ограбили народ набрали судей росгвардию ФСБшников чтобы охранять их дворцы а сами сидят и играют в своих личных казино в окружении жен любовниц и детей и они добровольно не уйдут от власти самая глупая фраза которую сейчас часто приходится слышать звучит так ну эти то уже наворовали пусть сидят а то новые придут и снова будут воровать да вы же видите они никогда не наворуются наоборот денег постоянно нужно больше вот у вас даже если повышают зарплату с 30 до 45 тысяч рублей денег все равно не хватает так и у них это и купи яхту эту квартиру дворец построили а трубу прорвало надо переделывать а подрядчик просит еще а дети подрастают и всем надо купить жилье а потом дочка путина выходит замуж и надо ее мужа сделать самым молодым миллиардером в россии а иначе она будет скандалить и у старшей дочери есть муж и у кривоногих дочь он уже взрослая скоро нужна будет отдельная яхта а потом внуки подрастут и аппетиты у всех колоссальные и это только путин а медведев а все министры а сами эти миллеры ротенберги ковальчуки и тимченко никогда не наворуются наоборот будут красть все больше и больше до тех пор пока не разорят всю страну россия по прежнему продает нефть газ металлы удобрения лес в огромных количествах а доходы населения все падают и падают потому что у путина есть дворец и кабаева и кривоногих и у каждого чиновника поменьше есть свой дворец и своя кабаева мы будем жить нормально только когда перестанем терпеть чиновников которые воруют переизбирать их а если они отказываются проводить честные выборы то выходить на улицы и отстранять их от власти другим образом этим отличаются бедные страны от богатых в богатых странах люди при малейшем возмущении выходят на улицы и чиновники опасаются этого в бедных странах люди терпят а чиновники проводят референдумы по продлению своих полномочий и говорят еще немного подождите мы всего лишь 20 лет у власти потерпите и вы посмотрите что они делают каждый день новые законы запрещающие критику власти все кто недоволен иностранные агенты запрещается уже даже агитировать за кандидатов на выборах которые вам нравятся и критиковать единую россию путин и его группа воров хотят пожизненной и бесконтрольной власти мы дошли до того что это уже не группа людей обкрадывающих государства а само государство превратилось в инструмент воровства фсо и росгвардия охраняет дворцы судьи сажают недовольных фсб создала группу убийц задача которых просто убивать тех кто отказывается молчать но хорошая новость в том что нас все таки все равно гораздо гораздо больше путин и все кто его охраняет воруют для него подделывают выборы это несколько сотен тысяч человек максимум а нас десятки миллионов просто мы не верим в свои силы если каждый кто смотрит это видео распространит его мы разорвем цензуру в клочья если 10 процентов недовольных выйдут на улицу то выборы не посмеют фальсифицировать если каждый из нас зарегистрируется и поучаствует в умном голосовании то путинская партия воровства и деградации единая россия проиграет выборы начнется политическая конкуренция и качество политики и чиновников начнет постепенно улучшаться появятся честные суды нормальные прокуроры красть в таких масштабах как сейчас станет невозможно и шаг за шагом мы будем жить лучше и богаче все что нам нужно сделать это перестать терпеть перестать ждать перестать тратить свою жизнь свои налоги на обогащение этих людей наше будущее в наших руках не молчите не соглашайтесь подчиняться перующим злодеям подписывайтесь на наш канал здесь говорят правду наше будущее это не приятного не кто не 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok